А теперь вопрос. Представьте себе, что таблицу можно поворачивать. То есть мы заполняем не табличку в тетради, а мы заполняем квадратик, который лежит на столе и который можно крутить. Тогда надо еще умыть на 4. Нет. Посмотрите, сколько будет тогда способов. К сожалению, там же ни по каким формулам не сделаешь, а надо просто подумать. Это просто как отдельную задачу. Давайте. Итак, квадратик размером 2 на 2. Каждая клетка белая или черная. Квадрат разрешено поворачивать, но не разрешено переворачивать. Хотя, если честно, в этой задаче это не важно. Даже если переворачивать можно будет, ответ будет такой же. Сколько картинок? Ну, просто давайте, если честно, надо все перечислить. Какие варианты? Все белое. Все белое. Дальше. Коля, интересно, а зачем ты рисуешь укусы? Итак, все белое. Дальше. Давайте, для скорости черную клетку ставьте крестиком. Одна черная клетка. Дальше. Но почему она дает 4 варианта, если можно переворачивать? Не верно. Она дает 4 варианта, это если различать. Нет, это не тот же вариант. А в нашей задаче это будет один вариант. Еще какие варианты? Есть вариант 2 клетки по диагонали. Да, 2 черные клетки по диагонали и по другой диагонали 2 белые. Еще есть вариант. Есть вариант 2 черные клетки рядом. По стороне. Не рядом, а по стороне. По стороне. С общей стороной, да, две черки? Хорошо, и две белые клетки, да, другие? Есть вариант, три черные клетки, одна белая, и, наконец, все черные. И, наконец, все черные. Народ, поняли? Да. Все просто. Какой ответ получился? Получился ответить шесть. Шесть картинок? Отлично.